Всем привет! Вы смотрите Универ Ньюз. Каждый день мы стараемся вам рассказать как можно больше новостей студенчества. Наша команда в очередной раз подготовила для вас только самое свежее. Сегодня в программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Межнациональные и межконфессиональные отношения все чаще становятся темой публичных дискуссий. О сложившейся в России взаимоотношении народов и роли экспертов в их оценке рассказал студентам КФУ известный российский политический деятель Владимир Зорин. Чему учит известный доктор политических наук, смотри в сюжете Адели Шамиловой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 23 марта очередным важным гостем Института международных отношений истории и востоковедения КФУ стал заместитель директора Института этнологии и антропологии Российской академии наук министр Российской Федерации Владимир Зорин. Привело меня в университет глубокое уважение и к республике Татарстан, и к университету, который в новом статусе федерального университета набирает обороты. С первых минут появления в стенах КФУ гость вуза проявил огромное желание встретиться со студентами университета и провел открытую лекцию, посетить которую захотели очень многие. Действительно ли Россия уникальная многонациональная страна? Когда в нашей стране возник национальный вопрос? Почему и когда в наших паспортах исчезла графа национальности? Об этих и других вопросах пошла речь на открытой лекции, которая затронула современное состояние политологии с точки зрения изучения межнациональных отношений. Студенты также узнали, какие цели стоят перед государственной национальной политикой сегодня, какие риски и вызовы грозят межнациональному миру в нашей стране, и нужны ли нам мигранты. Особенно приятно мне выступить здесь, потому что в республике Татарстан есть очень богатый опыт реализации государственной национальной политики, взаимодействия с национальными объединениями, организациями и научным сообществом. Я знаю, что студенты университета любознательные, активные, граждане нашего государства интересуются этими проблемами. Стоит отметить, что прямое общение студентов с таким государственным деятелем, как Владимир Зорин, чрезвычайно важно. Сам же Владимир Зорин не перестает напоминать, что богатство России заключается в первую очередь в ее разнообразии культур. И сегодня мы имеем все возможности передать многовековой опыт добрососедства молодым людям, в живом общении друг с другом, с деятелями ислама и государства. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универньюз. Какие проблемы в сфере образования волнуют представители мусульманских общин? Когда планируется открытие Болгарской Исламской Академии в Татарстане? Кто там будет учиться и преподавать? Об этом и не только беседовали в рамках видеомоста Москва-Казань-Симферополь. Подробности смотрите далее. Достойное теологическое образование, в том числе исламское, в России может получить любой человек. Об этом 22 марта в научной библиотеке имени Лобачевского КФУ в ходе видеомоста Москва-Казань-Симферополь беседовали трое заместителей муфсий. Это заместитель муфсия Республики Татарстан, ректор Российского Исламского Института Рафик Мухаммедшин. В Симферополе заместитель муфсия Крыма Эсадуллах Баиров и первый заместитель председателя Совета Муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации Рушан Хазрат Аблясов. На самом деле образование, просвещение является, наверное, основной работой наших духовных управлений мусульман и, безусловно, наших регионных организаций, так как через просвещение, через наши проповеди, через наши уроки, лекции мы доносим истинные ценности ислама, которые заложены в нашей религии. И в этом отношении, безусловно, приоритетом наших организаций является образование. Также Рушан Хазрат Аблясов рассказал о перспективах интернет-образования, отметив, что уже сейчас есть возможность дистанционно получить религиозное образование. С сентября 2017 года система религиозного образования в России вступит в новую фазу своего развития. Об этом заявил заместитель муфти Республики Татарстан Рафик Мухаммедшин, рассказав о подробностях реализации проекта Болгарской Исламской Академии. По его словам, Академию можно рассматривать как третий уровень развития исламского образования в России – магистерский и докторский. Исламское образование в себе несет еще очень много первозреческих установок, идеологических посылок. И с этой точки зрения, естественно, отправляет своих детей за пределы России. В принципе, нет никакой гарантии, что студент, выпускник любого учебного заведения исламских странах вернется высокообразованным и адекватно воспринимающим реальность российской действительности. В свою очередь, заместитель муфтия Крыма Эсадуллах Баиров уверен, что для противостояния псевдо-исламской проповеднической деятельности необходимо повышать уровень исламской образованности в целом. И начинать это надо уже в семье. В завершение телемоста участники задавали интересующие их вопросы разным сторонам. От образовательных школ исламского образования до получения религиозного образования за рубежом. Елизавета Евтифеева, Ленарда Влитяров, Универньюс. Инновационные технологии преподавания французского языка обсуждали в Казанском федеральном. Что интересного было на семинаре, узнаешь в нашем следующем сюжете. В институте филологии межкультурной коммуникации имени Льва Толстого Казанского университета прошел научно-практический семинар. Его темой стал современный французский язык и инновационные технологии его преподавания. Семинар необычный, потому что на семинаре излагаются все новинки, которые существуют в области французского языка как по филологии, так и в области инновационных технологий преподавания французского языка. В этот раз семинару исполняется 49 лет. Начиная с 1968 года он проводится регулярно и с каждым годом желающих принять участие становится все больше и больше. Здесь собрались преподаватели и учителя французского языка, как высших учебных заведений, так и средних школ. Кто-то приезжает сюда ежегодно в течение уже 20 лет. Я езжу, когда могу, всегда каждый год я стараюсь приезжать, поэтому каждый год встречаемся, встречаемся с коллегами. Все новинки, которые появляются, все новые тенденции, которые есть, все это мы для себя берем и на наших уроках мы потом пытаемся все это организовать, все это внедряем. И действительно процесс обучения идет гораздо интереснее. Ребята с увлечением учат французский язык. Сегодня на семинаре среди спикеров специалисты по французскому языку и культуре. В течение года они изучали, какие инновационные методы применяются при преподавании французского языка. Как его правильно изучать, учитывая тенденции 21 века. Сегодня этим и поделились преподаватели со слушателями. Кроме того, что мы узнаем, как преподается французский язык в разных учебных заведениях России, мы будем иметь возможность познакомиться с международным опытом, прямо, как говорится, от непосредственно людей, кто этим занимается. Бесценный опыт, который получат здесь преподаватели, смогут в дальнейшем применить его на практике. Это одна из главных задач семинара. Анна Глазунова, Леонард Влетьяров, Универньюз. 23 марта в Химическом институте состоялся кейс-чемпионат на тему противодействия экстремизму и терроризму в молодежной среде. Как это было, ты увидишь в следующем сюжете. 23 марта в Химическом институте имени Бутлерова Казанского федерального университета состоялся кейс-чемпионат на тему противодействия экстремизму и терроризму в молодежной среде. Круглый стол проводится с целью формирования правовой осведомленности и компетенции, касающейся преступления экстремистского и террористического характера, а также противодействия радикальному образу мышления. Стоит отметить, что мероприятия проходят при поддержке Министерства по делам молодежи и спорта Республики Татарстан и Академии творческой молодежи Республики Татарстан. Всего в кейс-чемпионате приняло участие шесть команд с разных институтов университета. Подобные чемпионаты будут проходить в городах Республики Татарстан вплоть до 21 апреля. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз. На этом у меня все. С вами была Елизавета Юхтифеева. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok